МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно лепить воду из-под крана. Система холодного водоснабжения города требует капитального ремонта. На своей волне. 13 февраля отмечается Всемирный день радио. Долгожданная победа. Сыровчане заняли первое место в региональном этапе школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Далее расскажем обо всем подробно. Я всегда готовлю на водопроводной воде. Ирина не привыкла пользоваться ни фильтрами, ни покупной водой. Вода, что идет из-под крана, ее полностью устраивает. Но недавно женщина услышала, что ситуация может измениться. Сети горводоканала изношены более чем на 80%. И если не предпринимать меры, это неизбежно скажется на качестве воды в кранах сыровчан. Меня очень беспокоит эта ситуация с водой в городе. Мы никогда не использовали фильтров и всегда пользовались водопроводной водой, чистой, из-под крана. И мне не хотелось бы, чтобы сейчас ситуация изменилась в худшую сторону, чтобы я и мои дети всегда пользовались только чистой питьевой водой. Первые сигналы о сбоях в сетях уже поступают. Время от времени из кранов сыровчан идет замутненная вода. Мне трудно судить. Пью и пью. Ну вот там, где я живу, у нас вода хорошая. А вот где я работаю, в районе Ленина, там вода не очень. Бывает ржавая какая-то, ну, невкусная. А бывает нормальная. Сегодня однозначен сказать, из-за чего вода временами становится замутненной, нельзя. Но определенные проблемы в системе централизованного водоснабжения в городе есть. Это существует износ достаточно серьезной распределительной сети. Существует определенная проблема с резервуаром на городском водозаборе, который находится на улице Карла Маркса. Есть определенная проблема с запорной арматурой, которая на сегодня существует, и это мешает надежному переключению именно воды на водоводах. Специалисты Гурводоканала не исключают, что одна из возможных причин замутнения – происходящие все чаще и чаще повреждения на сетях холодного водоснабжения. Аварии влекут за собой отключение определенных участков водопровода. Из-за этого меняется скорость потоков и начинается смыв отложений со стен труб. То есть вот эта вода, она ухудшает свои органолептические показатели и на какое-то время, на какой-то период качество воды ухудшается. Тенденция к увеличению повреждений на сетях холодного водоснабжения наметилась еще несколько лет назад. В 2012 году было 24 подобных аварии. В 2018 зарегистрировано 41. За полтора месяца этого года произошло уже пять повреждений. Устранять их стараются максимально быстро, но избежать аварий совсем сегодня сложно. Сети изношены, срок службы трубопроводов, особенно остальных, уже заканчивается. Надо просто уже сейчас вести разговор о том, что там, где трубопроводы пролежали свой нормативный срок службы, надо просто менять, менять и менять. Иначе вот этот эффект снежного кома, он в конце концов приведет к тому, что количество вот этих аварий и соответственно отключение аварийных потребителей будет увеличиваться. Сегодня мы живем по пути, как правило, ликвидации уже аварий, идем по этому пути. Ну и, соответственно, плановые ремонты мы делаем в минимальных количествах. Соответственно, чтобы идти по пути наибольшего предупреждения возникновения аварийных ситуаций, соответственно, надо наращивать темпы плановых ремонтов. На последнем заседании Думы депутаты утвердили перечень требующих реконструкции и модернизации. Стоимость этих объектов более 800 миллионов рублей. Раньше фраза «договориться на дороге с сотрудником ГИБДД» звучала очень противозаконно. Теперь все совершенно официально и согласно законодательству Российской Федерации благодаря вот такому вот аппарату. Функция у терминала безналичной оплаты такая же, как в любом магазине, с той лишь разницей, что предназначен он специально для оплаты штрафов. Это означает, что только что выписанный сотрудниками ГИБДД протокол можно сразу же оплатить. Для удобства сразу выходят две квитанции. Одна квитанция прилагается к постановлению, которую выносит инспектор. Вторая квитанция выдается обязательно нарушителю. При оплате штрафов через эти терминалы также действует льготный период и есть возможность погасить их с 50-процентной скидкой. Так же, как и в банке, есть комиссия 20 рублей. Но есть и огромный плюс этого нововведения. Вы не затрачите свое время, не бегаете по кредитным организациям, в связи с этим оплачиваете здесь и оплата сразу же проходит. Но в связи с тем, что у нас в день в день все это происходит, на госуслугах уже штраф получается оплаченный и не горит красненький. Оплатить на дороге можно любые штрафы, выписанные в любом регионе. Для этого необходимо просто остановиться возле патруля на дороге, попросить терминал для оплаты и предоставить уникальный номер постановления, так называемый УИН, и иметь на руках карту безналичной оплаты. Займет это около двух минут. А главное, можно быть уверенным, что оплата пройдет в полном объеме и точно в срок. Кирилл Васеин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей СРУ-24. В лифте и на лестничных клетках стоит едкий запах канализации. Уже не впервые жильцы 4-го подъезда дома номер 19 по улице Московской сталкиваются с этой проблемой. И ни для кого не секрет, что ее причина кроется за закрытыми дверьми подвальных помещений. Все жильцы нашего дома задыхаются от запаха из подвала. Это невозможно. Каждый год таким дерьмом несет. И все время комары. Видно, прорывает там. Ну, как, дерьмой прорывается, наверное. И воняющаяся такая. Мы звоним ежегодно. Как рассказывают жильцы дома, после обращения в управляющую компанию коммунальщики приезжают и засыпают подвал с шахтой лифта хлоркой. От этого запах не исчезает, а становится более едким и невыносимым. Глаза выедает. Невозможно даже пройти. Даже в квартире воняет. Вот сидишь и прям запах, мне кажется, везде даже. Каждый год у нас вызывают там комаров, морят. А комары уже такие нахальные появились. Они не боятся никакой химии, ничего. Они такие мелкие, прорезают через москитную сетку, а кусаются. Прямо так, раз, 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 через каждые два сантиметра садятся. Ситуация усугубляется с наступлением тепла. Запах нечистот распространяется на весь подъезд, вплоть до девятого этажа. А насекомые, появившиеся тут от повышенной влажности, поселяются не только в местах общего пользования, но и в квартирах. Как нам пояснили в центре ЖКХ, недавно там произошел засор. После его ликвидации коммунальщики обработали подвал хлоросодержащим раствором. По мере высыхания будет проводиться уборка помещения, которую планируют завершить уже к середине следующей недели. Но, как оказалось, засоры и запах канализации – это полбеды. В подвале этого дома регулярно появляются грунтовые воды. Они-то и не дают помещению высохнуть. Отсюда постоянный запах и влажность. Спасти жильцов может только капитальный ремонт. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ирина Докукина родилась и выросла в нашем городе. Увлечение науками пришло к ней еще в школе. Затем она поступила на физический факультет МГУ. После окончания учебы Ирину вместе с мужем поехали в Японию. А через год их обоих пригласили на работу в Соединенные Штаты Америки, где они провели 10 лет и продолжали заниматься исследованиями. Там все-таки считается, что человек должен быть узкоспециализированным. То есть если он уже понимает в какой-то одной области, то вот в ней он должен хорошо понимать и на этом все. Ему очень удивительно, когда приезжают в том числе из России ученые, неважно какого пола, они, как правило, многофункциональные. То есть это нормально здесь сменить тематику и начать работать в какой-то другой области. Как рассказала Ирина, она никогда не сталкивалась с каким-то предвзятым отношением к ней как к специалисту из-за пола. Если 10 лет назад, когда она училась в институте, девушек на ее факультете было считанное количество, то сейчас их число значительно увеличилось. Но сейчас уже женщина-ученая считается вполне способной вести научные исследования. Сейчас Ирина преподает в Саровском физико-техническом институте математический анализ, уравнение математической физики и английский язык. Она признается, что ей очень повезло со студентами и девушки наравне с молодыми людьми готовы учиться и разбираться во всех тонкостях предмета. Особо она выделяет студентов девушек. «Девушки, они ничуть не хуже молодых людей. И в некоторых вопросах даже они и фору дадут. И это видно не только по научной работе, а в том числе и по учебной работе». Одна из лучших студенток вуза Татьяна Скледнева приехала в наш город из Ханты-Мансийской автономной области Югры. Еще с младших классов она поняла, что ей интересны точные науки. «Я уже так с нетерпением ждала начала урока физики. Мне было очень интересно узнать, как работает этот мир, то есть как все устроено. Мне нравилось наблюдать за природными явлениями. Я много читала об известных ученых, об их вкладе в науку и думала, как же это потрясающе, то есть сделать какое-то открытие, увидеть то, чего люди даже раньше не замечали». В одиннадцатом классе она узнала о Сарове, и сомнения в выборе вуза отпали сами собой. Сейчас девушка заканчивает магистратуру на кафедре теоретической и экспериментальной механики, проходит практику в Институте физики взрыва ОРФЯЦ ВНИЕВ. «Сейчас я дописываю свой диплом. В нем я провожу анализ существующих методов исследования из пережатых продуктов взрыва, а также участвую в расчетно-теоретическом обосновании конструкции, а также провожу анализ экспериментальных результатов по отработке нагружающего устройства». Как говорит Татьяна, девушкам нужно не бояться сложных путей, стараться и учиться. Сегодня наука – это уже не только мир мужчин. Женщины все больше и больше проявляют себя в точных дисциплинах и добиваются больших результатов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Несмотря на то, что жизнь в закрытом городе имеет свои неоспоримые преимущества, некоторые горожане по разным причинам принимают решение переехать на Большую Землю. Специально для них существует государственная программа, по которой жители зато могут получить субсидию на строительство или приобретение квадратных метров. «Гражданин может принять участие только если у него отсутствуют иные жилые помещения на территории Российской Федерации, у него и у членов его семьи. Причем круг семьи определен в соответствии с нормами Семейного кодекса». Общий трудовой стаж претендента на участие в программе должен составлять не менее 15 лет, которые он отработал в муниципальных или государственных организациях. При этом человек должен либо выйти на пенсию, либо быть уволенным по собственному желанию. «Гражданин, претендующий на получение федеральных средств для переселения за пределы ЗАТО, должен сдать занимаемые жилые помещения в муниципальную собственность. Это могут быть и жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма, это жилые помещения, находящиеся на праве собственности, принадлежащие как гражданину, так и членам его семьи». Если Саровчанин продавал квадратный метр, находящийся в собственности, то возможность получить субсидию для переселенцев из ЗАТО у него появится только спустя пять лет после совершения сделки. Если же все условия участия в программе соблюдены, признается право на получение мер социальной поддержки. «Сам сертификат рассчитывается, исходя из определенной формулы. На одиноко проживающего гражданина расчет производится, исходя из 33 квадратных метров общей площади на человека, умножается он на государственную стоимость квадратного метра. Сейчас это в районе 46 тысяч. Семья из двух человек получает, исходя из расчета 42 квадратных метра, и три и более членов семьи, 18 на каждую». Сегодня сертификатов по этой программе ждут двое саровчан. Более подробную информацию по мерам поддержки граждан, выезжающих из ЗАТО, можно получить по телефону 9 90 57. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Перевочек-синхронист в современном мире – профессия востребованная. В ней не только нужно владеть иностранным языком в совершенстве, но и необходимо иметь широкий кругозор, а также разбираться в технике и технологиях, следить за открытиями в научной сфере. Обо всем этом в рамках очередной встречи проекта «Профтренд» рассказал ребятам начальник лаборатории Института экспериментальной газодинамики и физики взрыва Антон Бликов. «Я им показал презентацию о том, каковы основные особенности профессии физика в ВНИЭФ, и немножко рассказал им непосредственно о своей работе, чем я конкретно занимаюсь, но на английском языке». В качестве практики ребята попробовали перевести на русский язык научную работу Антона Бликова. Помогала девятиклассникам ведущий переводчик департамента коммуникации и международных связей ВНИЭФ Светлана Горелова. Такой формат беседы со школьниками организаторы выбрали не случайно. «Мы немножко рассчитывали на шок, потому что любое погружение в иностранную реальность, в иноязычную реальность, даже если вы знаете язык, это все равно связано с культурным шоком, и его надо уметь переносить. Поэтому расчет на этот шок, в общем-то, он был. И снимается он, и какая-то толерантность к этому шоку тоже приходит с практикой». Научная работа Антона Бликова пробудила у старшеклассников большой интерес и желание постигать азы профессии переводчика. После беседы с ученым некоторые ребята всерьез задумались о том, чтобы в будущем связать свою жизнь именно с этой специальностью. «Особенно интересно послушать речь человека, который в идеале владеет английским языком, очень хорошо все рассказывает, конечно, это очень интересно также переводить за ним, понимать все это, понимать, что ты знаешь все эти термины. Мы выбираем английский, кто-то из нас даже физику тоже выбирает, как возможно будущую работу, и нам это интересно, нам это полезно понять сейчас, нужно ли нам это, подходит ли нам это». Следующая встреча в рамках городского проекта «Профтренд» состоится 14 февраля во Дворце детского творчества. Школьникам расскажут о профессии фитнес-тренер. Начало в 16.00. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Юным журналистам из объединения «Серебряная перышка» не хватило всего одного балла, чтобы сравняться с ближайшими соперниками в конкурсе сюжетов о метапредметной олимпиаде. В номинации «Специальный репортаж» ролик Кирилла Новикевича и Андрея Махмудова занял второе место. Сами ребята, анализируя проделанную работу, говорят, что мало внимания уделили творческой составляющей. Скорее, мы больше работали в этом ролике над техническим качеством. Это монтаж, операторская работа, работа со звуком. Руководитель объединения Татьяна Исаева считает, что ребята справились с заданием очень хорошо. Перед съемкой они продумали структуру сюжета, детально поработали над соблюдением условий конкурса. Татьяна Борисовна отмечает в своих воспитанниках креативный подход к выполнению задания. Например, когда снимали эту метапредметную олимпиаду муниципального уровня, Кирилл забирался и на высоту, на шведскую стенку, и ложился на пол, и под столы, и ходил там кругами с каким-то специальным устройством. В этом творческом тандеме обязанности четко распределены. Кирилл Новикевич – оператор, Андрей Махмудов – корреспондент. На съемках сюжета конкурсу нужно было взять интервью руководства департамента образования, членов жюри, педагогов, самих участников метапредметной олимпиады. И тут Андрею пригодили знания, полученные в объединении юных журналистов. В любом случае нужно как-то вывести человека на то, чтобы он ответил себе на вопрос, и как-то сделать так, чтобы он мог ответить развернуто и ответить так, как не отвечал еще, наверное, можно сказать, конкурентам. Ребята не в первый раз участвуют в конкурсах телевизионных репортажей. Татьяна Борисовна считает, что опыт и практические знания, полученные в различных проектах, заставляют ее подопечных двигаться вперед и достигать поставленных целей. Это очень хороший формат для развития, потому что вот как раз эти сжатые сроки, строгие условия, они заставляют людей сразу подучиться, сконцентрироваться, применить все свои навыки и развить их, расширить. Впереди у ребят новые конкурсы, интересные фестивали и работа над воплощением в жизнь собственных творческих проектов. Елена Грицкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Популярность конференции год от года возрастает. Для молодых людей это уникальная возможность высказать свои точки зрения, показать свои знания и вынести на всеобщее обозрение результаты научных работ. Через несколько десятков лет именно вы, именно это поколение станет в руле нашей страны и будет вести дальше Россию в будущее. В программу конференции входит конкурс исследовательских работ, который проходит по девяти предметам. Шесть из них внесены в перечень Олимпиад будущей исследователей будущей науки. Победители и призеры чтений получат льготы при поступлении в различные вузы страны. Свой доклад представит 11-классник лицея номер 3 Артем Коновалов. В этом году он первый раз принимает участие в чтениях. Во-первых, это очень полезный опыт, так как дальше я планирую идти по научному пути, по пути науки, то я думаю, будет очень полезно поучаствовать в такой научной конференции, посмотреть не только на свои силы, но и на других людей, на других учеников, на другие доклады, пообщаться с жюри, преподавателями, потому что это тоже очень интересно. Школьники примут участие в работе круглых столов и прослушают лекции ведущих ученых страны. Конференция продлится до 17 февраля. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Коллективу «Задоринки» больше четырех лет. За это время юные танцоры неоднократно становились победителями городских, областных и всероссийских конкурсов. В этом году «Задоринки» отправились покорять вершины международного конкурса «Солнце круг» в Нижний Новгород, где стали победителями фестиваля. Коллективы, которые туда приехали, были очень профессионального, высокого уровня. И честно, даже когда мы посмотрели только на костюмы и внешний вид образцового коллектива, стало немножечко страшновато. И мы так немножко приуныли. Но как-то командный дух все-таки сыграл свое. На конкурсе «Задоринки» представили четыре танца. Эх, подруженька, ангела Добрак, лечитые истории и топотушки. Юные артисты стали лауреатами первой, второй и третьей степеней. Что понравилось, то, что судейская коллегия, она была настолько компетентна и независима, что даже мы не знали, кто из каких городов приехал. То есть просто объявляли номер участника и название коллектива, и все. И этим, так скажем, нас подкупило такое судейство. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям. Техника исполнения, построение номера, сценичности, артистизм участников. Были как групповые, так и сольные выступления. Успех на конкурсе стал большой радостью для участниц ансамбля. Конкурс мне очень понравился. Это был большой опыт. Я познакомилась с детьми из других коллективов и городов. Я довольна нашим результатом. Не думали, что займем такие высокие результаты, ведь были еще и дипломанты и лауреаты. В апреле хореографической студии «Задоринки» исполнится пять лет. Отчетный концерт коллектива пройдет в Саровском драматическом театре. А уже в марте артисты планируют отправиться на очередной конкурс в город Орел. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Сегодня в Сарове вещают более 20 радиостанций. Каждый слушатель, независимо от возраста, пола и музыкальных предпочтений, может найти себе радио по душе. Одни из наиболее популярных в нашем городе станций – радио «Семь на семи холмах» и «Серебряный дождь». Помимо музыки и интересных передач, в эфире идут выпуски новостей нашего города. Их составляет и читает Константин Перевозчиков. Здравствуйте. В студии с новостями нашего города Константин Перевозчиков. Спасатели предупреждают. В ближайшие сутки на территории Нижегородской области возможно резкое ухудшение погодных условий. Сегодня радио доступно каждому. Несмотря на свой почтенный возраст, оно по-прежнему динамично развивается и остается одним из самых востребованных у аудитории средств массовой информации. И сейчас, когда очень многие люди проводят несколько часов в машине, добираясь на работу, с работы, это, конечно, более актуально для мегаполисов. Но и в нашем городе, я думаю, все прекрасно понимают, какие пробки по вечерам и по утрам это имеет место быть, и люди слушают. Радио – это не только дикторы, редакторы и журналисты. Огромный пласт работы лежит на плечах технических специалистов. Наш отдел ежедневно работает и контролирует качество эфира радиостанции, чтобы горожане слушали, чтобы не было претензий. Это, на самом деле, очень объемный, ежедневный, можно сказать, ежеминутный контроль. Помимо Всемирного дня радио, в нашей стране отмечают еще один праздник. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Именно в этот день в России празднуют День радио. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Проект «Открытая лабораторная» был придуман в России научными журналистами. Впервые акция прошла в 2017 году в 34 городах нашей страны, а также в Китае и Казахстане. В 2018-м география «Открытая лабораторная» выросла до 10, а в этом году – до 30 стран мира. Одной из площадок акции стал и Саровский физико-технический институт. Эта акция зародилась в 2017 году, собственно, она очень молодая, идет по типу тотального диктанта, географического диктанта в виде теста. Это филантропический проект, просветительская акция на знания естественно-научных дисциплин. И вот сегодня у нас наши горожане проверят свой уровень знаний. Проверить свои знания в области естественных наук пришло более сотни саровчан. Среди участников были школьники, студенты, работники различных предприятий и даже доктора наук. Некоторые приходили целыми семьями. «Я пришел сюда просто потому, что мне интересно. Я стараюсь на такие события, такие возможности использовать, в том числе привлекать своих детей, для того, чтобы они росли в обстановке, в которой им было бы не просто интересно в телефоне сидеть, но какие-то такие вещи, которые связаны с тем, чтобы посмотреть, что они умеют, что они знают, как они там на фоне других и так далее. Мы стараемся участвовать с семьей в таких мероприятиях». С тестом Иван справился всего за 15 минут из отведенных 30. Мужчина рассказал, что задания показались ему достаточно простыми. А вот его дочери Маргарите пришлось сложнее девочке всего 11 лет. Рита признается, что на большую часть вопросов отвечала интуитивно. «Были достаточно сложные вопросы, помощи я ни у кого не просила, старалась решать сама. Самые сложные вопросы были в первом блоке. Нужно было ответить, правда это или нет». После тестов организаторы открытой лабораторной разобрали с участниками акции все задания, указав правильные ответы. Авторы работ новой экспозиции – основоположники монументальной живописи в нашей стране. Мозаики росписи для фасадов зданий сначала создавались на холсте в виде эскиза и только потом с помощью специальных техник переносились на стену. В итоге на свет появлялись произведения искусства высотой и шириной в несколько метров. «Это крупные размеры, это возможность говорить совершенно другим языком, это умение обобщать и сами образы, и по цвету, лаконичность, в то же время и декоративность». На выставке представлены эскизы монументальных работ из танковой живопись художников. Крупные мазки, яркие контрастные цвета, большие пространства, философские сюжеты. В каждом штрихе, в натюрмортах, в пейзажах, в портретах просматривается почерк художника-монументалиста. «Это лицо эпохи, это целая эпоха фактически. То есть сегодня мы с вами прикасаемся, да, в станковой живописи, это достаточно крупные выставочные работы с такими серьезными темами». Народный художник России Игорь Пчельников не любит загонять свои работы в какие-либо рамки. Поэтому мастер старается придумать для своих произведений оригинальное оформление. Объемные элементы художники добавляют и в эскизы монументальных полотен. «Человек, который попадет на выставку, мне кажется, что он сразу погрузится в эпоху вот этой монументальной живописи. Мы здесь специально подготовили, чтобы помочь нашим зрителям разобраться, в чем же вот этот уникальный язык живописный этих художников. Мы подготовили небольшой экскурс в историю». Выставка от монументализма к живописи Игоря Пчельникова, Ирины Лавровой и Марии Красильниковой продлится до середины марта и завершится творческой встречей с авторами. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Ребята включились в игру прямо с порога. После небольшой жеребьевки школьники превратились в журналистов универсальных медиа-центров. В борьбу за победу журналисткам баттле вступили Саров-8 и Фонарики. «Это такая шутливая битва на тему журналистики. То есть ребята познакомятся с основами журналистики, получается, поиграют. То есть будут задания на знания основ русского языка, даже норм произношения, правильные». Задания для конкурирующих коллективов СМИ были разнообразными. Педагоги медиа-студии проверили грамотность юных корреспондентов, их смекалку и кругозор. Для Евгения Тихонова это был первый опыт работы в команде журналистов. Большинство заданий показалось ему забавными, поэтому участники команды Саров-8 часто смеялись во время обсуждения. «Обстановка какая-то, что задавались довольно интересные вопросы, которые заставляли посмеяться и подумать. То есть направляла команду на совместную работу». Самым веселым было упражнение дикторов для артикуляции. Нужно было несколько раз проговорить скороговорку. Произнести два блеских по звучанию слова оказалось не так просто. И удержаться от смеха было сложно. «Король, орел, король, орел, король, орел, орел, орел». Правильно расставить ударения в словах, придумать оригинальные подписи к фотографиям, объяснить значение фразеологизмов. Задания заставляли ребят вспомнить школьную программу и дать волю творческому мышлению и смекалке. «Мне мероприятие это понравилось, потому что оно было довольно заряжающе приятильной энергией, довольно веселое, интересное». В формате интерактивной игры ребята на себе ощутили, как непроста профессия журналиста. Научились работать в команде и проверили свои знания в различных сферах жизни. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Для того, чтобы испытать, что такое настоящий зимний дрифт, необходимо просто сесть в машину, ну хотя бы на пассажирское сиденье, и прокатиться по трассе. Разгон, руль резко в стороны, и вот уже машина начинает делать дугу, плавно заходя в поворот. Рядом, повторяя движение, впереди идущей легковушки следует еще один автомобиль. Его задача не обогнать оппонента, он должен не отпустить соперника далеко от себя. По словам самих водителей, именно в этот момент в крови появляется адреналин. Очень приятное ощущение, ну и момент соревновательный, что ли, то есть соперничество. То есть мы же не в одно лицо едем, то есть здесь парные заезды, и еще это добавляет как бы адреналин, интерес. Для зимнего дрифта подходят только заднеприводные автомобили. Основную массу автопарка соревнований составляют давно снятые с производства пятерки, семерки, тройки и копейки. Как рассказал Роман, на данный момент он на своей «японке» в турнирной таблице лишь второй. На первом месте водитель на старом советском ВАЗе. Зимой скорость меньше, но при этом, если допускаешь ошибку, то скорее всего она единственная, она же последняя для тебя в заезде. В Сарове около трех десятков спортсменов занимаются дрифтом. Каждый из них в этот спортивный клуб пришел из любви к автомобилям. Правда, чтобы стать полноправным участником, всем соискателям пришлось пройти простой и одновременно сложный отбор. Чтобы попасть в клуб, нужно написать заявление и пройти процедуру отобрения среди остальных членов клуба. Такую самозащищающуюся организацию мы выбрали. А еще иметь готовый к гонкам автомобиль и любить этот технический и местами опасный вид спорта. Несмотря на такую систему отбора членов клуба, с каждым соревнованием список участников неуклонно пополняется. А вместе с этим растет и число зрителей на трибунах. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Каждую свободную минуту Иван Алиханов посвящает тренировкам. Баскетбол прочно вошел в его жизнь еще 10 лет назад. Начинал Иван в дюз шикар. С пятого класса стал играть за сборную своей родной 12-й школы. Недавно его команда начала одерживать серьезные победы. И, наконец, стала первой на региональном этапе лиги КС Баскет. Благодаря силе воли и упорству мы старались, мы работали над собой, много тренируемся. И мы были готовы к финальной игре. То есть мы ожидали, что будет тяжело, но были к этому готовы. Финальный поединок с баскетболистами из Павлова стал, по признанию ребят, невероятно трудным. Практически все время команды шли нога в ногу. Победу удалось вырвать только в овертайме. Что можно испытать, когда звучит финальная сирена, и ты понимаешь, что ты победил. Это, конечно же, огромные эмоции. Это радость непередаваемая. То есть мы от радости чуть ли не, извините меня, не на потолок запрыгивали. Было очень приятно, что мы победили, потому что это вообще первый раз в истории, когда Саров проходит региональный этап. То есть ни одна школа этого до нас не делала. Возглавляет сборную 12-й школы Валерий Щеголихин. Он рассказал, что на региональный этап его команда ехала с настроем победить. Второе, а тем более третье место, ребят не устраивало. То, что мы вышли и сказали, что нам надо выиграть. Это потому, что мы играем последний год. Дальше уже все разъедемся, больше не увидимся и решили выиграть. По итогам турнира Валерия Щеголихина отметили как лучшего игрока соревнований. Сам он со своей командой вскоре будет представлять Нижегородскую область на чемпионате Приволжского федерального округа. В случае победы ребята отправятся на финал Кэсбаскет в Самару. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.